втор сырье хотя вдруг кому-нибудь пригодится поставлю вот здесь вот на видное место и напишу ценник вечером приду а здесь купюры лежат погода супер настроение отличное 30 апреля 2024 года сегодня встреча с подписчиками интересно сколько людей придет встречаемся на в днх об этом я объявил в предыдущем видеоролике как и обещал а точное время напишу в телеграме потому что пока не знаю мне нужно приехать на в днх поснимать там но потом уже встречаться ты сбросишь геолокацию где они стоят 100 долларов нет не в них 100 долларов они там оставят 100 долларов за то что они получат это же эксклюзив вонючая обувь автора канала дэнваз тиви ну ты чё такие подробности то это должен быть сюрприз попова точно welcome to авиапарк толя хочешь золотую цепь мы сюда приехали обновить немножко мне одежду вот обувь заменил сейчас надо купить трусы носки нет футболку менять нельзя вы привыкли уже лет 10 меня видеть в таких полосаток так что нет в этой буду ходить пока не прорвется подмышками вообще до невозможности носки лиле ты уверена что здесь дешевые трусы просто тесо там где продается обычно немножко дороговато мы можем найти эти дешевые места ашан например здесь ашан есть? да риф гош как ты относишься к трусам и ашана? нормально я помню люди очень плохо относились к велосипедам которые в ашане продавали ашан байками даже их прозвали если ты хотел мы могли бы на садовод поехать или там на южный рынок я не хочу я хочу на садовод я не хочу почему ты не хочешь? ну потому что это вот это вот там все нас знают потому что вы с ними работаете? или постоянно закупаетесь и теперь стесняетесь? нет потому что мы там работаем и меня там многие китайцы знают и я прям устанавливаю понятно лили а как они тебя называют? они нормально имя произносят? да ну они сами все Игори, Антона, Юры ну понятно вообще я на рынках давно ничего не покупаю потому что там лили куда-то аааа она меня толкает типа иди туда смотри я думаю куда она меня толкает? да круто впервые ну там не такой большой аквариум чуть поменьше я увидел на Сильвер бич этот круче ну я вижу сверху еще там русалки плавают? здесь плавает водолазь который кормит рыбок ну а могли бы русалку туда запустить с хвостом и точно так же кормила бы рыбок да можно чтобы это был мужчина но с хвостом и такое бы шоу есть какая-то мурена у которой есть канал в Телеграме да канал в Телеграме канал в Телеграме у всех есть канал в Телеграме даже у меня так вот я не успел до рассказать про рынок но это конечно круче чем мой рассказ в общем последний раз когда я купил на рынке джинсы я там много джинс перемерял подцепил какую-то заразу потом ой даже про это рассказывать не буду короче лечился два месяца после примерок всех этих так что все не мы там одежды не берем нам с 5 месяцев нет ни одежды нет нет ни одежды ну конечно Лилия сейчас не признается что они там покупают у китайцев думаю оленьи рога там и продают в Европу красивые хвостики там вот даже все травку потом готовим варим и курим сами курим даже рыба есть даже не рыба даже не рыба а я рыбопила тусишки идем идем Лилия у тебя сегодня настроение просто сказочное обычно ты в хорошем настроении я тоже выспалась потому что молодец стоит поет а я рыба пила жалко не всегда камера включена столько интересных моментов выпускаю куда идем вы на самом деле видите я живу мы можем здесь джинсы посмотреть мужской второй этаж пойдемте сразу где недорого для того чтобы времени тратить вот эти джинсы у меня из Китая но они уже я очень много хожу протерлись в том месте где у меня жирные ляжки в общем и теперь не в ту не в ту дырку ногу засовываю простой как три рубля если я такой и есть еще одни предлагаю это без скидки 3999 знаете как я покупаю одежду на самом деле беру даже не две вещи одну примеряю если подходит больше даже ничего не смотрю вот эти по цвету подходит по размеру вроде подходит так что одни из них станут моими сейчас три четыре вот такие джинсы вторые даже мерить не буду они мне будут маленькие сзади спереди сбоку в общем беру Лиля уговорил еще вот эти померить что мне так в лом не они 33 размера они на меня не налезут да все равно не налезут ты посмотри тут маленький вот те не вот короче мне все равно больше нравится первые как я и говорил всегда всегда сам когда покупаю сразу первые беру если нормально больше ничего не мерю все остальные там мотнят тут жмет тут давит а у нас на футболочки свитера действует скидка 25 процентов ровно три тысячи прикольно котики купил? да но на нее нет 25 процентов почему? джинсы верхняя одежда на китай я помню тоже сказал пойдемте вон про ватт что это такое тоже интересно знакомые прям до безобразия 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 ну про ватт это название компании а это зекр 001 аватр 12 про ватт это не бренд L7 про ватт это не бренд симпатичные привезли и поставили в торговом центре передаю привет южно китайским друзьям я был прав этот бренд не знаком это косметика это не еда нас больше еда интересует орал тур агентством декотлон мне кажется как то здесь с ошибкой написали бэтвин велосипеды знакомые все бренды как будто из китая не уезжал а вот мои любимые рюкзачки но здесь нет такой прикольной расцветки обратите внимание все они какие-то такие темненькие ну за исключение вот синего и вот этого вот цветочного в китае же они такие разноцветные и мне впервые какой-то оранжево-зеленый приглянулся я собственно говоря из-за расцветки его тогда и купил и потом уже сменил несколько штук потому что они дешевые ну примерно да по такой же цене что-то около 80-90 юаней тут даже получается дешевле со скидкой но не очень качественные быстро изнашиваются особенно когда ходишь по 100 километров в день а у наших детей вот такие вот маленькие были они там около 40 юаней стоят здесь вот 600 рублей ну цена соизмерима только мне на Даниэлье размер, а я смогу да Толя когда устанешь туда сядешь и Лиля тебя понесет ааааааа ты же не едешь точно я забыл Женька понесет Лилю да кроссовки ну вот если бы я не купил мне бы вот эти понравились 2999 но я всегда покупал в отделе бега трусой это активная ходьба по русски называется нет не такие похоже моей любимой модели нет на мне сейчас похожие носки точнее этот производитель точно такая же модель но короткие это длинные не нашли такие короткие я бы нашла короткие пошли я бы себе купил потому что у меня уже по износились и прямо да вот так и есть вот они мои родные да 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 они 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 все беру мне нужно серенькие среди так 20 27 43 до вот 43 46 но в китае не помечены как 27 не знаю что это длина или что у меня именно под размер обуви 1 2 пожалуй 6 пар хватит я реально только такие носки ношу уже лет пять минимум а нет я вас обманул у меня тоже 43 46 написано на носках даже как на этих я думал там пишут 27 ну ладно неважно выбрали у меня нет карта лояльности нет а есть китайская но тут она явно не прокатит а ну да у нас у нас также на денис твой тесть родом из истринского района ты на его родине побывал самообслуживание точно такие же автоматы 898 рублей 6 пар и почему-то не приходит ответ от моего банка ну и с меня уже сняли а здесь говорит нет связи с банком а отмена покупки тут же пришла как будто в китае вместе с семьей зашел в decathlon decathlon тоже не ушел из россия все кто заявляет что ушли просто поменяли свои вывески грубо говоря ассортимент весь тот же поставщики те же самые ну кто будет терять прибыльный бизнес из-за какой-то политики спорт мастер почем тут обувь 13 9 9 нет ним не мой размер а хотя нет вот есть сандалики за 4 я конечно уже купил просто так хожу прицениваюсь есть есть по нормальной цене ну по моей нищебродской нормального относительно качества 11 интересно а ленинг у них тут есть китайцы довезли или нет вот они есть прикиньте я не знаю но почему-то так приятно видеть эти бренды то ли просто сейчас мере 361 гроза говорю китайский англ и ну чуть дороже чем некоторые бренды игры ну да китай они тоже не очень дешевые и достаточно популярные потому что огромное количество официальных магазинов термит но от некоторые бренды я вообще прям ни разу не вот это джи и здесь то это такое дэмикс мне знаком ладно хватит про обувь и шмотки давить пора двигать дальше он там да я все вижу ну вывезти мне куда-нибудь на улицу куда-нибудь выкиньте и я там найду ты куда-то еще ниже или мы сейчас на втором этаже им копать не было в лом они вверх строили парковки ясно здание в центре кадра это не сталинская высотка это новодел а это авиапарк говорят один из самых крупных торгово-развлекательных комплексов в москве но так неожиданно было встретить друзей но смысле не друзей а их бренд я славе для уточнения написал думаю это может глючить нет но вы видели все это я же я же все показываю в том числе и переписку иногда ростик с один год чего вы влете был же ростик потом умер потом снова воскрес один год им скорее уж двадцать один даже больше до официального прихода в кейс киевси в россию это было мега спорт мега маркет мега стройка мега пыль е-мое рабочие колхозницы для меня почему-то всегда были символом в днх но как я выяснил зимой они даже не на в днх установлены да-да ассоциация не с киностудии а вот гостиница космос ассоциируется с кино жанна фриске по этому зданию на автомобиле гоняла ракета устремленная в небо вот там виден шпиль астангинской башни ну а это арка в днх сейчас пойду сниму сделаю фотографию и анонс сегодня здесь в 6 часов вечера по московскому времени встречаюсь с подписчиками приходите все желающие при себе иметь хорошее настроение ну и телефон для того чтобы сфотографироваться потому что большинство хотят именно сфотографироваться ну и задать какой-нибудь вопрос хотя на большинство вопросов которые мне задают я уже отвечал и даже неоднократно но я все равно отвечаю при личном общении на все что спросят россия до сих пор идет вы выставка россия хотя я был в декабре и надпись гласила до апреля сегодня последний день апреля и вот эти толпы желающих видимо решили заглянуть на эту выставку я на выставку не пойду максимум куда загляну может быть это в павильон космоса ну зимой я там был видео снимал видео никогда то видео никогда не увидит свет сейчас может быть повторюсь ли будет желание добрый добрый день колесо бассейн да кстати все мне еще в днх ассоциируется с самым дорогим шашлыком в 2008 году мы сюда приехали погулять и решили скушать шашлык один шашлык нам обошелся 600 что ли рублей тогда я зарабатывал неплохо больше чем сейчас намного больше чем сейчас но я всегда считал считаю что два куска мяса не там три куска мать и больших куска мяса не могут стоить так дорого но он был очень вкусный вот теперь у меня в днх с этим шашлыком ассоциируется приветствую зритель канал дэма стиви 360 видео сферические можете смотреть во все стороны например гляньте вверх там колхозница и тракторист ракета восток космические технологии камера снимающая в сферическом формате тоже очень крутые современные технологии конечно не такие крутые как это ракета или образцы техники показанные в павильоне космос но по тем временам вот это реально менее достижимо было чем полететь на луну решил не показывать вам в днх в этот раз в плоском формате лишь парочку нарезок видели с этой камеры все остальное смотрите на дэна стиви 360 дом молодежи не я уже староват решил в космос тоже не идти 500 рублей с экономли не в них не жалко просто я подумал что ничего нового там не увижу а вам вряд ли это интересно проверял музей показывал неоднократно есть опыт прошло о сильное усиление ветра сегодня прошло 40 минут с момента публикации информации о том что я буду сегодня в днх но ни одного комментария еще нет чем никто наверно не придет желательно в платные я разговариваю с объявлением а я с дмитрием губерниевым оказывается разговаривал меня заинтересовал гараж особого назначения вот этот аурус меня завлек пойду посмотрю на чем там ездил николай второй ленин сталин путин как здесь тихо по сравнению с основной частью не могу найти где вход в этот гараж особого назначения каскад какой-то здание нашел но вход вот он вход номер 53 павильон и куда-то туда ссылочка если верить дубль гису которому пользуются только всякие провинциалы типа меня а москвичи не пользуются то вход в гараж вот прям здесь за углом до дубль гис не ошибся гон сто лет трогать нельзя снимать можно билеты где-то здесь и почем 300 рублей человек это экскурсия экскурсия это дополнение к входному билету который стоит 850 рублей вот там вот ну что ж давайте посмотрим на правительственную технику так начало экспозиции там ухты разобранные мотоцикл я так понимаю это мотоцикл сопровождения вот такие вот с мигалками по городу носятся постоянно москвичи конечно привыкли но нам провинциалам это очень непривычно когда каждый пять минут как они там хрюкают не могу повторить звук когда ненавязчиво намекают типа свалиться с дороги вау нет ого нифига себе как нам по-русски надо восклицать и первым идет mercedes дальше rolls-royce я так думаю это как раз вот император на такой катался ауруса тогда не производили это тоже не наше я не буду вдаваться в подробности и читать вот эти вот стенды потому что мне главное посмотреть peugeot какой прикольный baby 1913 года baby делаю о музыка играет а стерлица вот это уже более современные зис-101а зис-110 покарт вэл да машины для правительства всегда выглядели прям круто несмотря на то что по современным меркам они жутко неудобные жрущие как танк газ-12 зим победа газ м-20 чайка вот чайка у меня ассоциируется с советскими правителями зил-111а и кто-то пытался украсть видимо автомобиль раз сработала сигнализация кинотеатр емкость что можно зайти и посмотреть да не садится а это рассказывает про всякие случаи как экскорт спасал правителей уж теме виртуальной реальности можно погонять по москве виртуальный кортеж а за кого играть за водителя охранника или за президента ну прикольно придумали я так понимаю сняли с помощью камеры 360 градусное сферическое видео как я только что сделал прогуливаясь по в днх и потом просто башкой вращают смотрят влево вправо это было я так понимаю музейная часть и очень надеюсь что сейчас еще есть отдел где можно посмотреть на современные автомобили на которых гоняют наши правители но я так понимаю вот здесь вот представлен современный кортеж потому что вот ауру состоят мотоциклы бмв символика современной россии это какая-то закамуфлированная машина обычно когда запускают в производство автомобиль его же нужно протестировать на дороге как на себя ведет вот их специально вот так вот покрывают ну это просто я пример рассказал а это каким образом связано с молодежный спортивный родстер крым ни разу такого крыма на дорогах не видел о опять музыка из 17 мгновения весны ну удивите ух ты круто много еще всего интересненького зил 41052 горбачев и ельцин на нем катались с 85 по 99 это что такое днепр днепр как там по крутизне в советском союзе шли днепр урал это типа высшая категория потом ижи планета круче юпитер похуже но потом всякие козлы интересно эта музыка защищена авторским правом на ютюбе смотрите можно поразглядывать тоже фото формате 360 и потом вращаете я вот такие вот могу делать на день по 100 штук просто нажав одну кнопочку это вот вид из этого автомобиля просто пустите меня в этот автомобиль я еще и видео такое поснимаю mercedes-benz s600 pullman чего там uart v 140 вот это уже лимузинчик чего начинается родина картинки в твоем букваре на этом автомобиле путин и медведев катаются с 2000 года по настоящее время так путин медведев путин ельцин горбачев черненко андропов брежнев поручок сталин джугашвили подписали ленин ульянов и николай второй романов так ну-ка брежнев или черненко дам у нас только двое были с погонялами в смысле с кликухами ленин и сталин по машинке на классно интересно есть набор машинок автомобилей правительственных отход вился с президентами даже шарль де гольвуд едет подняв руку бентли роллс ройс даймер папа мобиль фиат лохикан еще один папа мобиль папа мобиль в 1949 году началось производство ЗИС-112 самого защищенного представительского музина своего времени круть машинки посмотрел немного вам показал пойду посмотрю рабочего и полхозницы дети скачут на лошадях сейчас подойду поближе покажу перепечи емельный печь гонконгские вафли 500 рублей с нутеллой бананом вот вот такие вот конные состязания вчера по новостям показывали лили говорит что это за новый вид спорта я в детстве таким же занимался но ведь даже взрослые таким сейчас занимаются скачут вот на таких вот лошадка давай с удовольствием на старт внимание марш выезжай бигуго хотел бы я посмотреть как взрослые с такими лошадьми обращаются вкусно пахнет едой и подром оставляем за спиной здесь средство маркет в общем эта часть посвящена еде и лошадям даже статуя лошади есть я бы хотел с детьми сюда прийти макс был один раз в прошлом году но он был после соревнований он без нас сюда летал и очень устал поэтому ничем тут не понравилось все раздражало говорит этот не видел но я считаю что все таки если бы он пришел с нами ну с родителями и был не уставший то нашел бы много всего интересного но как минимум футкорт еда им нравится всегда здесь идет тренировка космонавтов а это буран интересно настоящий или просто макет насколько я знаю было построено всего лишь несколько буранов и только один что ли из них летал в общем неудачный супер дорогой проект американцы хоть полетали на своих многоразовых кораблях а мы только их строили деньги тратили полетать так и не получилось в павильоне космос про энергия бурана или как там он полностью назывался проект много рассказано мистер пончик не я сам уже как пончик спасибо куда пойти то есть еще время до встречи с подписчиками павильон лесной промышленности смотрю на картинку который у меня на маленьком экране отображается и прям глаз не нарадуется трава зеленющее небо голубющее краски ярчущие белаз в огромнейший в предыдущем видеоролике снимал сани и показывал демонстрировал зрителям в том числе как снимает против света камера диджай покет 3 которую я снимаю вот уже месяц ежедневно конечно великолепно лилия столи тоже себе такую заказали я про это уже говорил но возможно какой же огромный он но возможно вырезал на монтаже потому что например вчерашний 50-минутный ролик изначально был двухчасовой пришлось половину того что там было выкинуть в том числе интересных русско-торговый белорусско-торговый выставочный центр ну понятно почему тут одни белорусы стоят пришлось половину выкинуть например как мы обсуждали болтливость про то что Толя в кадре ну чаще все-таки молчит а в группе он вообще большую часть молчал когда мы учились и только мы с ним болтали когда языками зацеплялись ну и лилия считает что я был разговорчивым все остальные считают и я в том числе что был тогда менее разговорчивым на порядок просто вот и эту всю болтовню в общем вырезал очень много ну на самом деле когда я сейчас болтал я просто показывал как кругом классно вкусно пахнет пончиками откуда-то и сколько людей ходит наслаждается всем окружающим когда яблони цвету о кстати обсуждали что в москве никто не знает слово ранетка осталось это или вырезали наверно я вырезал то что здесь яблоки а не ранетки про ранетки никто и не слышал даже если яблоки маааленькие а в этом месте у меня начал наизнанку выворачиваться желудок шашлычная запах просто оторви бошку ну где-то собственно говоря вот в этом районе я и пробовал шашлык за бешеные бабки он сейчас тут дешевле квас разливной 200 рублей хочу квас разливной вчера на МГУ искали тюльпаны они оказываются все на ВДНХ это была выставка достижений народного хозяйства в видеоролике сообщил как и обещал в телеграме пост разместил за два часа ни одного комментария разместил еще раз на всякий случай пост вдруг пропустили уведомления пока тишина второй раз разместил пост не для того чтобы как бы сказать давайте приходите я никого не призываю это ваше желание зрителей было встретиться в Москве поэтому я еще раз на всякий случай напомнил чтобы потом не было укоров а ты нас не предупреждал нет предупреждал предупреждал я понимаю что выходной день многие на дачах кто-то куда-то там на юг уже поехал отдыхать на пару дней на пляже полежать но увы это единственная возможность у меня встретиться со зрителями в этот приезд у них задние ноги длиннее передних а вот да это правда для того чтобы казалось что они стремятся вперед ну по-другому никак не получалось их сделать с одинаковыми ногами и так же стремящихся статуя отреставрирована в этом в двадцать первом веке первый раз когда я приезжал в Москву она как раз была на реставрации скульптура рабочей колхозницы 1938 год отсюда отсюда видно только серп и молот в руках насколько я помню статуя была создана специально для всемирной выставки так же как и эфирева башня и отвезена туда потом разобрана там и возвращена назад в советский союз или это я неправильно помню и вообще это о другом о вот отсюда видно грудь и немножко под платьем можно заглянуть здесь что Кыргызская ССР Узбекская ССР ну понятно народы советского союза республики я в те времена не жил но жил в позднем СССР и знаю что не все республики жили одинаково хорошо или плохо например моя жена из Кызыла и в Тыве жили лучше чем например в Сибири она говорит мороженое могла каждый день в магазине покупать а у нас в деревне Козулька мороженое если раз в неделю завозили то это хорошо было ну понятно в городах получше но вот в деревнях сибирских так себе квас муромский из мест богатырской силы такой не пробовал хочу испытать на себе добавить ли силы правда похож на домашний вкусный столовая пицца хат вкусные точка шел к статуе мухина и думал что это все макдональдс в смысле вкусные точка стоят а это оказывается на автобус говорят еще граненый стакан принадлежит идея создания мухиной но я благодаря квасу и сникерсу набрался сил и иду на встречу с подписчиками снимать встречу не буду извините потому что это разные форматы общения 19.35 полтора часа продлилась встреча с подписчиками вот под этой аркой пришло немного но все интересные такие люди пообщались в основном говорил конечно же я я же болтун я привык с камерой разговаривать а тут я видел тех людей которые меня смотрят 10 лет и даже больше то есть ну мне очень понравилось я надеюсь вам пришедшие на эту встречу тоже понравилось ну еще я вот на встрече сказал это и озвучу для более широкой аудитории чем мне нравится общаться с новыми людьми встречаться когда общаешься в определенном кругу ты ты как бы начинаешь сидеть в своем болоте ничего нового когда встречаешь новых людей с новыми неизвестными тебе интересами мнениями то ты начинаешь сам развиваться и узнавать что-то новое в общем встречайтесь с новыми людьми это интересно это полезно я вот встретился и доволен ладно на самом деле я не помню с чего даже начал этот монолог хочу только сказать что спасибо вам большое мне очень понравилось и еще одно объявление огромное спасибо всем зрителям канала DenosTV кто помогает мне финансово я сказал что если за апрель наберу 50 тысяч рублей раньше я говорил что все эти деньги идут на съемки видеороликов сейчас я скажу так вся моя жизнь в апреле была одна большая съемка эти 50 тысяч на не только создание роликов но и на мое существование так вот если наберу то и весь май буду снимать вы это сделали я это сделаю так что в мае ежедневно день жизни а это была 30 запись сейчас еду сегодня снял два ролика надо отрендерить сферически еще обработать и вот этот который вы смотрите ну первоочередная задача это конечно же залить дневник 30 выпуск обалдеть я не верил что смогу это сделать но смог благодаря в том числе и вам с наступающими праздниками первомайскими многие многие уже несколько дней отдыхают в том числе пришли на ВДНХ и настолько много здесь народу что невозможно попасть на станцию метро предложили пойти на другой вход или вообще на другую станцию ах пешком с ВДНХ до Тушино нет мне не слабо но точно не сегодня сегодня я не смогу скорее всего не дойду одна из самых высоких как это сказать то один из самых высоких памятников в России ну рабочие колхозницы тоже входят в десяток высоченных а это кто тут такой сидит дайте догадаюсь наверное 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 е-мое Королев Солковский не угадал ну почти основоположник космонавтики ну да логично хотя королев тут точно должен быть наверное вон тот идущий лапша 3x салат с руколой для закуски чай китайский и корейская лапша на дегустацию Толи боишься? не боишься? тогда давай пробуй я прям просто берешь ну ты чё лапшу никогда обычную не ел? я думаю что надо чуть-чуть одну сначала попробовать одну лапшинку нет ну чё одну то нет вот так вот пихай и наслаждайся я не знаю сейчас ничего не будет а потом через час-два секунд там сколько то будет я не знаю пробуй откуда я знаю как ты на острое реагируешь острое а мне можно? очень острое очень острое ну есть можно вкусное очень как говорится когда вкусно тогда вкусно а по остроте? по десятибалльной самое острое что ты ел? ну самое острое что я ел да острее вот этого ну не знаю раз по десять понятно спасибо за экспертное мнение чем там наверное похоже на мексиканский самый острый тоже и чё я тогда тебе самую острую лапшу которая примерно так подождите здесь восемь тысяч а там сто тысяч сквобилей такое мне не надо такое можно тут нет это